Добрый вечер. О самых главных событиях вам расскажут корреспонденты программы Вести Магнитогорска и я, Анастасия Ишменева. Сегодня. Зерно болело, виноват град. При этом фермеры Агаповского района намерены собрать в пять раз больше пшеницы, чем в прошлом году. В выигрыше оказались те фермеры, которые завершили пассивную кампанию до 15 мая. Баллонных дел мастера по куче Мадана в Магнитогорске презентовали последнюю в этом году, но не в проекте, картину на фасаде. По соседству с посланием из Германии появился маленький кусочек Екатеринбурга. Первый раз в отремонтированные классы городских школах шумно и многолюдно заканчиваются последние приготовления к учебному году. На следующей неделе стартуют приемки школ. Учебные заведения стараются не просто выполнить работы в срок, но и со всеми предписаниями. Без мата и шаха, зато со светлой головой. Магнитогорские инвалиды в рамках спартакиады участвуют в шашечных баталиях. Впервые в соревнованиях примут участие воспитанники третьего интерната с нарушением слуха. Об этих и других событиях подробнее. Сотни миллионов рублей на мечту о новом доме. На Южном Урале продолжается большое переселение из ветхоаварийного жилья. Борис Дубровский накануне обсудил с региональным Кабмином, как в области исполняется указ президента. Вот посмотрите, наши стены, вот они. Все это вот, все уже облупилось давным-давно. Вот видите, все сыпется. Больше двух с половиной миллионов аварийных квадратных метров по всей России, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Переезд из ветхих домов для каждого собственника – вопрос жизни и смерти. И это не просто слова. Жилфонд преклонного возраста – реальная опасность. Именно поэтому программа расселения людей у президента и правительства сейчас на особом контроле. Соответствующее поручение в Копейске, Садке, Кунашаке, Южноуральске Челябинская область исполняет даже с опережением федерального графика. В Челябинской области на 1 августа расселен аварийный жилфонд площадью 40 тысяч квадратных метров. До конца года требуется расселить еще 18 тысяч. В первую очередь, это города Садка, Карабаш, Усть-Котав. По нашей оценке, жилищные условия улучшат около 3 тысяч южноуральцев. Кроме программ софинансирования фонда реформирования ЖКХ из областного бюджета, только в этом году дополнительно направили 115 миллионов рублей. Уже по региональной программе новые дома возводят по всей области. Данная акция – это не улучшение жилищных условий, это обеспечение безопасности проживания граждан, раз аварийный дом. И по нормам жилищного законодательства предоставляются аналогичные жилые помещения в том же самом муниципальном образовании. Ускорить процесс большого переселения помогла и идея переезда некоторых жителей Еманжелинска, Миаса, Кусы, Коркино, других территорий в Челябинск. Но только тех, кому новоселье действительно необходимо. Кто-то уже устроился на новом месте, кто-то только предвкушает скорое новоселье. Но эмоции схожи. Просто счастливо, что будем жить в городе, на таком месте красиво. Мне очень нравится это место. Там рядом у нас фонтан, у нас парк рядом, детский садик будет рядом. Что для федерального и регионального бюджета в сотни миллионов рублей, то для людей бесценно. Многие из новоселов всю жизнь ждали, когда смогут переступить порог нового, уютного и безопасного дома. Ксения Комиссарова, Вести, Южный Урал. А уже завтра губернатор Борис Дубровский обсудит с главами муниципалитетов подготовку школ к новому учебному году. На ремонт образовательных учреждений в Магнитогорске направлены бюджетные и небюджетные средства, а также взносы родителей. Все работы необходимо завершить уже на этой неделе. Как должны выглядеть учебные заведения внутри и снаружи? Сколько стоит выполнить все требования надзорных органов и как распределяются средства? Узнавала Галина Кочерова. Именно лето – самый хлопотный сезон, знает любой школьный работник. После сдачи ЕГЭ тут же разворачивается ремонт. В основном меняют внутренние инженерные сети, коммуникации, системы водоснабжения и электросети. Кроме того, ежегодно практически каждой школе требуется ремонт по восстановлению кровли. В этом году бюджет управления образованием, который направлен на данные цели, составил больше 21 миллиона рублей. В том числе местный бюджет составил 14 миллионов рублей. Из средства депутатского корпуса 6 с небольшим миллионом рублей. Кроме того, немалую сумму традиционно выделяет и Магнитогорский металлургический комбинат своим подопечным школам. 2 миллиона 800 тысяч рублей пойдут на улучшение материально-технической базы 43 учебных заведений. Огромную помощь оказывает Магнитогорский металлургический комбинат. У нас продолжены работы по ремонту кровли и крыши. В настоящее время сейчас еще составляется смета по ремонту освещения в спортивном зале. Ну и на родительские средства производим косметический ремонт. Всего в нашем городе 70 школ распределяются средства следующим образом. Поступления в образовательные учреждения должны быть примерно одинаковыми. То есть бюджетные средства в первую очередь направляют в те школы, у которых нет шефов. А вот подшефные учебные заведения свои финансовые вопросы главным образом решают со своими спонсорами. Так, например, в первой школе в рамках реализации программы «Доступная среда» крыльцо теперь оборудовано пандусом, а по предписанию госпожнадзора лестница у входа с поручнями. Грандиозный ремонт внутри здания. В этом году в школе номер 34 ей повезло. Теперь учебное заведение финансирует две организации ООО «Прокатмонтаж» и ММК. Руководству школы потребовалось на родительском собрании лишь составить список пожеланий. Стены должны быть покрашены противопожарной краской, специальной краской, из которой предписано санпинами. У нас это все выдержано в этом году. Вот уже у нас в прошлом году второй этаж мы отремонтировали, в этом году на втором. На третьем и четвертом этаже тоже. На полу должен лежать противопожарный линолеум. Сметок уставляют шефы, работников присылают шефы. То есть, ну, здесь вы сами можете примерно оценить фронт работы. Соответственно, ну, это порядка 300-400 тысяч рублей. Оценку всем выполненным работам поставит специальная комиссия во время приемки. Осмотр школ стартует 10 августа. Галина Кочерова, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. С 1 сентября число обязательных предметов на государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования увеличится до 4. Сейчас школьники после 9 класса сдают два обязательных предмета – русский и математику. Кроме этого, они по желанию могли выбрать дополнительные предметы из следующего списка – литература, физика, химия, биология, география, история, общество, знания и иностранные языки. Теперь школьники будут сдавать тестирование по двум перечисленным дисциплинам обязательно. К другим темам. Летающая муза из Екатеринбурга. Сегодня состоялось официальное открытие очередного уже седьмого по счету Музея городов Европы и Азии под открытым небом. Художники столицы Урала трудились над монументальным полотном на фасаде дома на улице Советской всю прошлую неделю. Игорь Болонин оценил результаты. Не только полет фантазии, но и дань уважения к родному городу. В свое творение художники из Екатеринбурга решили включить ряд знаковых для уральской столицы мест, таких, к примеру, как цирк или концертный зал «Космос», которые являются своеобразной визитной карточкой Екатеринбурга. Причем при создании столь монументального полотна они не прибегали к помощи ни кисточек, ни валиков, а рисовали исключительно благодаря баллончикам с краской. Так что теперь два соседних дома, их фасады украшают экспонаты музея городов Европы и Азии под открытым небом. На стоимости квартир в этих новостройках это может и не скажется, зато, как считают в администрации города, это обязательно отразится на культурной ценности всего микрорайона. Так что теперь в Магнитогорске официально открыты семь таких экспонатов. Половину из них создали иностранцы, представители Германии, Австрии, Чехии и Польши, а половину россияне. У меня рисование протекает каждодневно, то есть изо дня в день. Поэтому новые идеи, конечно, появляются. Ну и масштаб он всегда вдохновляет. То есть когда ставишь точку в работе, появляется то самое ощущение, ради которого рисуешь. Это творение художников из Екатеринбурга стало последним экспонатом музея городов Европы и Азии под открытым небом, созданном в Магнитогорске в этом году. Однако это вовсе не означает, отметили в городской администрации, что новые монументальные полотна не будут появляться на фасадах домов нашего города. Реализация масштабного международного культурного проекта будет продолжена. Игорь Болонин, Кирилл Горин, Вести Магнитогорск. А в Челябинске зарождается новая спортивная традиция. Накануне состоялся финал турнира по мини-футболу на призы законодательного собрания Челябинской области. Соревнования стали настолько массами, что уже ясно, в следующем году спортивный праздник повторится. Отборочные игры стартовали еще в мае, а в августе сильнейшие команды встретились на центральном стадионе, чтобы побороться за престижную спортивную награду в Кубах законодательного собрания. У нас была горно-заводская зона. Аша заняла первое место, мы заняли второе место. Вот вышли в финал. Приехали побеждать. Идея провести турнир по мини-футболу родилась, когда в ЗАГС собрании готовились к чемпионату по хоккею в Валенг. Самую популярную игру с мячом решили не оставлять без внимания. В итоге турнир собрал около 300 команд. Если учесть, что в каждой команде не менее 6 человек, то это уже более тысячи людей, которые регулярно занимаются футболом и ведут здоровый образ жизни. Законодательное собрание уделяет внимание развитию спорта и считает приоритетом в своей работе. Примечательно, что проигравших не было. Все получили медали и мячи, подписанные Владимиром Мякушем, руководством области и Министерством спорта. Сам председатель парламента, как бывший футболист, не удержался и пробил первый пенальти. После чего отметил, в следующем году в турнире наверняка будет участвовать целая команда ЗСО. Объявлены закупочные цены на зерновые и нового урожая хлеборобы в Челябинской области в этом году планируют собрать в два раза больше пшеницы, чем в прошлом. Основные житницы южные районы области, во сколько обойдется тонна зерна в Агаповском, выяснял сегодня Андрей Подольский. Сергей Хмелевский десятки лет выращивает пшеницу. Говорит, что самым урожайным за последние 20 сезонов в Агаповском районе был 2011-й. Такую же прибыль должен принести и нынешний год. Рассчитывает осенью заработать почти 3 миллиона рублей. Но тут опять загвоздок много. Вот градобойный у нас, 270 гектар градом побило. Оно две недели болело. И вот позавчера только, если уж сказать, выколосилось. Это еще полтора месяца ей надо погодой. В прошлом году в Агаповском районе собрали около 50 тысяч тонн зерна. А нынешний урожай обещает быть в 4-5 раз выше. В целом же по области хлеборуба намерены собрать почти 2 миллиона тонн. На миллион больше прошлогоднего. Если цены останутся на твердую пшеницу, на мягкую, на уровне, как в прошлом году, твердую пшеницу мы продавали по 17 тысяч, то посевная откупится, мы останемся с хорошей прибылью. Твердую пшеницу, которая предназначена в основном для производства макарон, выращивают немногие. В основном мягкие зерновые сорта из муки, которых и выпекают хлебобулочные изделия. Государство будет закупать именно такую пшеницу. По интервенции в этом году установлены минимальные цены закупочные. Ниш пятого класса зерно 8400 и третьего класса 9500 рублей за тонну. В принципе, эти цены устраивают всех. Если кто-то хочет заработать побольше, в соседней Оренбургской области, как правило, стоимость пшеницы выше. Агаповский район на фоне других выглядит гораздо лучше. На посевную компанию было израсходовано порядка 700 миллионов рублей. И в большинстве хозяйств эти деньги окупятся. Фермеры говорят, что если выручат большие деньги, в первую очередь закупят удобрения. Тогда не надо будет пахать десятки тысяч гектаров, расходовать солярку и моторесурс машин. На гораздо меньшей площади с помощью современных агротехнологий можно будет получать такой же богатый урожай. Андрей Подольский, Дмитрий Титов. Вести Магнитогорск. Из Агаповского района. Это тоже немалые средства. 70 миллионов рублей Магнитогорск получил на благоустройство из фонда губернатора Челябинской области. Освоение средств идет уже полным ходом. Одним из первоочередных мероприятий стала вырубка сухих аварийных деревьев. Коммунальщики вместе с управляющими компаниями составили полный список потенциально опасных объектов. Пилят не все подряд, а только то, что представляют угрозу. Сведения поступают от жителей и управляющих компаний. По заявкам из домоуправления мы по кварталам сухие деревья валим, на свалку вывозим, складируем и вывозим манипулятором. На все уходит не больше часа. Как показывает практика, гораздо проще предупредить, чем устранять последствия. Те, в свою очередь, могут быть самыми непредсказуемыми. Поэтому на кону не только благоустройство, а безопасность людей. Сухие деревья, от них уже пользы нет. Еще безопасность – это машины стоят в кварталах, чтобы не упало, не придавило кого-то. Осваивая деньги из фонда губернатора Челябинской области, коммунальщики решили на корню извести источники повышенной опасности в каждом городском дворе. Все сухие деревья, представляющие хотя бы потенциальную опасность, пересчитали и сведения о каждом внесли в специальный реестр. Коммунальщики, по их словам, планируют завершить всю работу в течение месяца на очереди около 200 деревьев. Игорь Балонин, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. Раз, два и в дамках. Сегодня в рамках летней спортивной спартакиады среди людей с ограниченными возможностями состоялся турнир по шашкам. С теми, кто предпочитает игры разума, пообщалась Ксения Перчаткина. Шашки, игра без рамок и границ. За досками сидят люди с разными физическими возможностями. Как говорят сами участники турнира, главное здесь, чтобы не был ограниченным ум. А все остальное зависит от опыта. Думать, конечно. Главное это сделать одну ошибку. Если одну ошибку сделаешь, значит ты проиграл. Шашечный турнир собрал около 50 человек. Впервые в играх разума приняли участие и воспитанники школы-интерната номер 3 с нарушением слуха. Играют равный с равным. Четыре туры пройдет по системе быстрые шашки с ограничением времени. Валерий Тихомолов с детства играет в шашки. Первым учителем и одновременно соперником был отец. Сейчас Валерий считается одним из сильнейших игроков среди людей с ограниченными физическими возможностями. У него слабое зрение, но несмотря на это в прошлом году он завоевал Кубок Города. Меня научили играть сильным игроком. Старайся, чтобы меньше осталось шашек, чтобы он комбинацию не делал. А там уже, как говорится, кому повезет. Если в шашках не повезет, то удача может улыбнуться и в других спортивных дисциплинах. Впереди еще соревнования по пауэрлифтингу, стрельбе из пневматического оружия и настольному теннису. Ксения Перчаткина, Антон Грабарев. Вести. Магнитогорск. Магнитогорск. В Першампенуазе ночью до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 24. В Кизильском районе ночью ожидается до 12 градусов, тепла днем 24-26 выше нуля. В Верхнеуральске ночью столбик термометра поднимется до 10 градусов, днем плюс 21-23. Новоабзакова ночью до 10, тепла днем 20-22 выше нуля. В Магнитогорске переменная облачность без осадков ночью до 10 градусов, днем воздух прогреется до 24. Теплая погода и никаких осадков. Лето продолжается. Завтра Вести. Магнитогорск. Как обычно в 19.35. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова